Сегодняшняя тема Напомним, Ильнас Галиев 11 мая пришел в гимназию номер 175 в Казани с официально зарегистрированным оружием и открыл стрельбу. Погибли 9 человек, в том числе семеро детей, более 20 человек ранены. Как выяснили местные СМИ, по окончании школы в 2016 году, Ильназу Галиеву поставили диагноз «энцефалопатия», он обращался к врачам с жалобами на головные боли. Родственники сообщали, что его состояние ухудшилось прошлым летом и он практически прекратил общение с ними, закрылся. В СМИ появилась информация, что его психическое состояние, похожее на шизофрению, объясняется энцефалопатией, а интернете находят определение этому медицинскому термину «атрофия головного мозга». В других СМИ высказывается предположение, что увлечение интернетом привело к знакомству с неизвестной пока экстремистской группировкой, а бредовые высказывания, не более чем попытка изобразить психическое заболевание, в обнародованных материалах первичного допроса после ареста он называл себя Богом, пришедшим в мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех существ в этой вселенной. Прокомментировать эти предположения попросил Михаила Шепилина, заведующего отделением НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, Михаил Юрьевич, в СМИ звучат сообщения о том, что казанский убийца страдает заболеванием головного мозга и даже называют диагноз «энцефалопатия». Но этот вердикт, который выносят рентгенологи по результатам МРТ головного мозга едва ли не каждому второму. Может ли оно вызвать такую агрессию и бредовые идеи, которые озвучивает убийца? Энцефалопатия, особенно для 19-летнего человека это ничто. Очаги атрофического процесса, действительно, часто обнаруживаются на МРТ у многих, но в подавляющем большинстве случаев это никак не сказывается на психике. Да, возможны неврологические проявления, в зависимости от того, где расположен очаг, может проявляться шаткость походки, зрительные дисфункции, забывчивость, потери чувствительности, а не менее, в руках или в ногах. Психиатрия, это другое, речевые отклонения, нарушение поведения, измененные мысли, высказывания, умные, умозаключения. Это не может возникнуть на фоне энцефалопатии, при которой, к тому же он получил заключение, что годен к службе в армии. То есть, несмотря на сообщение о том, что у него есть заболевание головного мозга, специалисту видно, что это психиатрия. Высказываются предположения, что он стал адептом какой-то из экстремистских групп, поскольку все свободное время проводил в интернете. Мол, террористов обучают, как изображать человека с шизофренией. Это полная ерунда. Изобразить психиатрическое заболевание невозможно. Это не только то, что в данный момент мы видим и слышим, но и так называемый «длинник» история развития того состояния, что видим сейчас. Мы уже знаем, что он долгое время ни с кем не общается, замкнулся в себе, это инициальный этап многих психических нарушений. На нем сначала проявляются характерологические изменения, человек становится либо более замкнутым, чем прежде, либо, наоборот, более вспыльчивым. Либо появляются какие-то новые интересы и увлечения, не свойственные ему ранее, подумаешь, вдруг стал бабочек коллекционировать, ну и что? Конечно, когда заболевание развивается на фоне возбуждения, неадекватность видна сразу. А тут изменился характер у человека. Ну, бывает, не вести же из-за этого к психиатру, мало ли неприятности возникает в жизни, всегда ведь хочется объяснить необъяснимое. А он тихий, спокойный, никому не досаждает. И когда болезнь достигает апогея, как с этим стрелком, знакомые и близкие ретроспективно отматывают пленку назад и понимают, что все началось не вчера и не сегодня. Правда в том, что наши пациенты действительно легко подаются влиянию секты террористических организаций, потому что они легко внушаемы, их мышление нелогичное. Они становятся мишенями для насаждения любой идеи, легко подаются влиянию как мошенников, так и террористов, чаще обычных людей. Но причина того, что он пошел стрелять в людей, не в том, что он участник террористической организации, тем более, что это еще неизвестно, а в том, что он страдает психическим заболеванием, которое достигло пика развития. Чтобы понять, откуда у него стремление всех расстрелять, кто ему это внушил, голоса, или гуру из террористических организаций, должны выяснять не представители ФСБ, а врачи-психиатры, которые умеют найти подход и задать правильные вопросы. Они спросят, когда он осознал себя Богом, при каких обстоятельствах, на каком основании. И оценивать все полученные данные в совокупности. Доктор Питер.